Вы же знаете о своей задолженности, как вы взяли? Да. Я же приходила к вам. Особенно большую ты знали? Да. Что делать будем? Во время этого рейда судебные приставы и представители ресурсоснабжающей компании «Энергосбыт плюс» посетили десятки адресов и арестовали несколько машин. Чтобы не лишиться своего автомобиля, необходимо проверить, нет ли у вас долга за тепло и горячую воду. Что, машина-то кредитная? А вы когда кредит брали? Сейчас скажу, в феврале. Новенькая «Лада X-Ray» может уйти с молотка за долги перед теплоэнергетиками. Сумма немаленькая – почти 100 тысяч рублей. Но несмотря на то, что деньги на выплату кредита есть, платить за тепло и горячую воду владельцы машин почему-то не спешат. Приставы составляют акт описи и ареста имущества. Но само авто остается на ответственное хранение хозяйки. Правда, без права пользования. То есть ездить на «Ладе» не получится. Для этого они фотографируют пробег и накладывают запрет. Если же женщина решит проехать хоть один метр, будет грозить уголовная ответственность. Мы проводим рейд по должникам, у которых имеется задолженность более 10 тысяч рублей. В принципе, основное для установления имущественного положения данных должников. И больше акцент делаем на транспортные средства. Если в ближайшее время хозяйка не оплатит все долги за тепло, то ее машина будет выставлена на реализацию в счет погашения долга. Также на неплательщиков накладываются и другие меры. Например, арест банковских счетов. Арест счетов. Самый неподходящий момент. Обращение взыскания на любой вид дохода. Такие как заработная плата, пенсия. Наверное, никому не хочется, чтобы на него косо смотрели коллеги и за спиной шептались про вас. Если в бухгалтерию придет судебный приказ на удержание 50% вашей заработной платы. И в конце концов наложение ареста на ваше имущество. Сегодня мы вас убедительно просим погасить имеющуюся задолженность. Либо завтра придем арестовывать и изымать, например, вашу машину вместе со службой судебных приставов. Подобные рейды давно не редкость и проходят они регулярно. На сегодня общий долг березняковцев за тепловую энергию больше 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Поэтому отношение к неплательщикам сейчас бескомпромиссное. Жесткие меры применяются ко всем без исключения. Даже с минимальной просрочкой в 2-3 месяца. Ведь отопительный сезон вот-вот начнется. А значит вырастут цифры в платежах и даже небольшой долг может стать неподъемным. Поэтому и судебные приставы и энергетики рекомендуют как можно скорее погасить имеющиеся долги и оплачивать все квитанции вовремя. Сергей Коленик, Степан Никрасов, Новости Верхнекамья.